Я Галина Косенко, занимаюсь производством натуральных замороженных полуфабрикатов, и это мое дело. Косенко Галина Викторовна. В 1989 году закончила Самарский техникум легкой промышленности по специальности технолог швейного производства. После работала на швейной фабрике «Ариана» в должности мастера цеха. В бизнес пришла в 1999 году. На дому создала небольшой цех по производству пельменей. А в 2002 году Косенко уже генеральный директор предприятия «Величество трапеза». Здравствуйте, Галина Викторовна. Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Мы еще пока ни у кого, кто занимается производством продуктов питания, тем более полуфабрикатов, не были. Вы знаете, я с чего хочу начать наш с вами разговор не с дипломов, которые тут великое множество, а вот с того портрета, который у вас висит за спиной. Я сначала удивился, а потом задумался. На самом деле беспроигрышный, наверное, вариант Петр Первый. Фигура хоть и спорная, но, несомненно, признана исторически. А почему он? Ну, дело даже не в целях экономии смены портретов. Это, на самом деле, мой идеал, и не только мой. Есть на кого равняться. Давайте про бизнес. «Величество трапеза» компания называется. Я так понимаю, что раньше она называлась «Русской трапезой», потом прошел ребрендинг. «Величество трапеза». Как давно вы на рынке существуете и с чего вы именно пришли в этот бизнес, как вы начали им заниматься? На рынке мы существуем с 2002 года. То есть уже 13 лет получается. Да, 13 лет. Вообще в этом бизнесе уже 15 лет было в ноябре этого года. Всегда мечтала открыть свой бизнес. Вначале парикмахерский, потом швейное дело. Но, учитывая тенденции и нашествие китайского товара, поняла, что это я просто не конкурентоспособная. И чисто интуитивно жизнь так сложилась, что я все равно вышла на какую-то нишу, поняла, что она не заполнена, поняла, что это мое. Я технолог швейного производства, но все равно переучивалась. От швейного до пищевого не так доискут. Да, да, да. Если ты технолог, то можешь составить калькуляцию и на платье, и на продукцию. И поняла, что ниша не заполнила и решила развивать этот бизнес дальше. Вы фактически пришли на рынок в первые годы такого достаточно бурного роста, который продолжался практически целое десятилетие. Я могу предположить, что если начинали там условно с очень небольшого объема производства, то каждый год он у вас рос там, наверное, в разы, да, получается? Совершенно верно. Бизнес начинался в прямом смысле мешок муки, мешок мяса. И вы сами все делали? Ну, естественно, в начале были помощники, но это была семья. Потом все это было в начале кустарно, без документов. Я даже не предполагала, что нужны какие-то свидетельства. Какая прелесть. Времена дикого капитализма. Да, да, совершенно верно. Потом интуитивно стали оформлять какие-то документы, потом была внезапная проверка ветуправления. Они приехали на тогда уже существующие предприятия, были приятно удивлены, что мясо хранится как нужно на крюках, в морозильниках, что все в фартуках. То есть условия, необходимые для производства, все есть. Вот интуитивно, чисто. То есть вы интуитивно эти нормы выполняли? Да, мне выдали первый официальный документ свидетельства, что я прошла, что мое предприятие прошло. Они мне подсказали, куда обращаться дальше, чтобы получить сертификат. И так мой бизнес начался уже легально. Если распределить производство и, соответственно, реализацию, все-таки что для вас на первом месте стоит? Чего больше продаете, чего меньше? Ну, любой бизнес отталкивается от спроса рынка. То есть в первую очередь в угловодстве достаётся реализация. В данный момент мы можем произвести больше, чем реализовать. Поэтому укрепляю сейчас торговый отдел с помощью профессиональных сотрудников. Выходим на новые рынки. В данный момент мы работаем в направлении Питера. Потому что в том направлении, ну нет, делали мониторинг, нет там натурального продукта. То есть хочется, чтобы наш Оренбургский край славился не только пуховыми платками, но и качественными натуральными пельменями. Ну хорошо, давайте пойдём тогда на производство, посмотрим, как у вас получается производить. И мы всё равно поговорим и об этом, и о том, как удаётся продавать. Пока по пути шли, я увидел у вас там вывеску про 180 миллионов пельменей. Слушайте, на самом деле так много, и куда же в нас, в Оренбургцев всё это лезет? Той ценовой политик, в которой мы продаёмся, натуральный продукт, это 300-400 рублей. За килограмм? Да, за килограмм. Продукт Оренбургский потребляет 47 тонн. А наше производство даёт 30 тонн. Поэтому рынок ещё полностью не освоен, мы работаем. Но вы же не можете захватить весь рынок самостоятельно, правильно? Мы стараемся. Вы говорили о том, что вы ходите сейчас на Санкт-Петербург. Есть ли какие-то намётки на то, чтобы... Почему Санкт-Петербург далеко, большое транспортное плечо? Почему не Самара, не Башкортостан, не Татарстан в ближайшей территории? Да, согласна, что далековато. Идея пришла после того, как мои знакомые, которые много учатся, ездят, они всегда задаются вопросом, почему у тебя нет в Москве и в Питере. Я задалась такой целью, на самом деле, почему у нас там нет. Промониторили продукт, на самом деле, там востребован, потому что натурального продукта в Питере и в Москве очень мало. И решили прославить свой Оренбургский край. Хорошо. Продукт не обязательно, вернее, не то, что не обязательно, не столь важно сделать качественным, сколь важно, по крайней мере, для Москвы и для Питера. А сейчас и для Оренбурга в том числе, обернуть в хорошую упаковку, да? Есть ли с этим проблемы? Насколько вы видите, вам там далеко до крупнейших производителей российских? Нет. Ничего недостижимого нет. Мы разработали для Питера другую упаковку, картонную коробочку с окошком, очень интересный дизайн. Пробовали ее на Оренбурге, на Оренбурге она не пошла. То есть на Оренбурге мы оставили старую упаковку, для Питера у нас более современная в коробочке. Там приветствуется коробка. А Оренбург когда придет? Как вы думаете, когда дойдет? Или нам чем проще, тем лучше? Ну вот за 12 лет наш покупатель привык к нашей упаковке, где-то прозрачный лавсановый пакет, яркий цикет. Пока остановились на этом. Во время кризиса у нас получилось тестирование, в ноябре как раз попало на кризис. Поэтому пока кризис, экспериментировать ничего не будем. Ну, что, наверное, разумно. Если говорить про производство заморозки, именно как о бизнесе, насколько этот бизнес рентабелен, то есть норма рентабельности, хотя бы примерно, это первое. И второе, насколько бизнес масштабируем? То есть условно, получите вы сейчас свой миллион евро или 10 миллионов евро, насколько вы быстро сможете масштабировать бизнес под те объемы финансирования, которые есть? Или вот лучше поступательное, не быстрое, так скажем, движение? Ну, и те, и те варианты. Если все распланировано, и тот, и тот вариант подходит. Самое главное, опять-таки, рынок сбыта. Нужно разработать стратегию, понять востребовательность своего продукта. И разработать это не на квартал, а на полгода, на год. Найти сильную команду квалифицированную. Все возможно. Про сильную квалифицированную. Вы, кстати, так и не ответили про норму рентабельности. Примерно в этом бизнесе. Какова она? Ну, в нашем варианте это 22%. Но с учетом быстрой инфляции, пока деньги вернутся, это 19-20%. 22% это не так уж и много, учитывая то, что сейчас кредиты дают по 25-27%. Мы кредиты получали до кризиса. Это 12,5-14%. У вас, значит, хорошая кредитная история. Да. Ну, вот нас обрадовали после Нового года, что процент возрастает до 22%. До 22%. Как раз ваша норма рентабельности и, собственно, ставка по кредиту. Можно работать просто так. Да, получается так, что то, что мы зарабатываем, мы практически все отдаем, чтобы погасить кредит, который мы взяли на строительство здания и на оборудование. Но осталось еще три года. Я думаю, выживем. Не, ну вы обязательно продержитесь, обязательно выживите. Настоящий пельмень, он какой? По ГОСТу вы его делаете, не знаю, там, эмпирическим путем пришли к тому, какое он должен быть, сколько должно быть теста, какое должно быть мясо, чего, как. У нас, конечно, свои технические условия, потому что если выпускать пельмени по ГОСТу, то это советского времени, вы их просто есть не сможете. Почему? Ну, потому что там, если вы помните вкус тех пельменей... Нет, я не помню, я их только дома кушал. Ну, это был такой полумесяц серенький, тесто, которое прилипало внутри фарша из, не знаю, какой-то колбасы. Вот, поэтому мы разработали свои ТУ под натуральный продукт, без сои, соотношение теста к фаршу 50 на 50. Как у вас дела состоятся с администрированием? Как вы работаете, взаимодействуете с государством? Вы получили в 2014 году помощь от администрации города Оренбурга в виде субсидирования процентной ставки по кредиту. Это было 3-3 процента ставки. Сумма значительная для нас была, это 900 тысяч. Огромная благодарность за такую поддержку. В каждом 2014 году мы получили два мини-кредита, которые предоставлял Оренбургский фонд предпринимательства по поставке рефинансирования. То есть там минимальный был процент, тоже им огромное за это спасибо. Поддержка оказалась ощутимой и нужной в нужный момент. То есть, по большому счету, с государством можно работать, если ты знаешь, как с ним работать? Да, если ты знаешь, как, если ты выполняешь все условия, если ты выплачиваешь зарплату, если все все легально, ты можешь получить субсидии. Слышал пищевой производства? Представляю, это же санэпидемстанция, которая сейчас Роспотребнадзор называется. Это пожарные, это вот куча еще других проверяющих структур. Как вы, кормите их фельменями или как? Или договариваетесь? Нет, у нас принцип другой. За многие годы я уже поняла, лучше выполнить все нормы, обезопасить свое предприятие с любой стороны. Чтобы проверяющие пришли, приятно порадовались, пожарили руки и сказали до свидания на три года. Сейчас переходим к той ситуации, которую в стране сложилось. Санкции, шманкции, рост курса валют, соответственно падение рубля и, чего уж там скрывать, падение экономики. На вашем производстве как это отражается? Кризис, когда был в 2008 году, мы, конечно, пережили его более безболезненно. Этот более тяжелый, с чем это связано? Конечно, из-за санкций. То есть многие предприятия перерабатывающие работали на блочке. Мы работали всегда на блочное мясо, мы работали всегда на охлажденке. И мы были всегда обеспечены сырьем. Учитывая, что из-за санкций спрос на сырье увеличился, на охлажденное мясо, то есть перерабатывающие предприятия... Цены пошли наверх? Цены пошли наверх, совершенно верно. В декабре резкое увеличение на 45% на сырье. И вот, учитывая инфляцию высокую, учитывая рост цен и на нашу продукцию, и на мясо, естественно, покупатель способность уменьшилась. Что бы вы сказали тем людям, которые, например, сейчас задумываются над тем, чтобы открыть свое дело? Или же, например, наоборот, начали бы отговаривать? Я бы рекомендовала, начали опроситься в торговую промышленную палату. У них есть целая инструкция, как начать свое дело. Естественно, надо все изучить, понять алгоритм, во все вникнуть, все просчитать. И обязательно найти рынок сбыта. Потому что без рынка сбыта смысл понять, что является твоим продуктом. Востребован ли он на рынке. Да, сейчас это сложнее, чем раньше. Чем пару лет назад. Но если у человека есть желание открыть свой бизнес, и он чувствует свои силы, нужно пробовать, потому что самое неправильное – это ничего не делать. То, что годы идут, а ты не реализовываешь себя. Свою мечту. Спасибо большое, что пригласили. Всего доброго. До свидания. Вот так получается от бизнеса, созданного по наитию, можно сказать, на коленке, до создания вертикально интегрированной компании не такой уж и длинный путь. Если вы хотите задать вопросы по созданию своего малого бизнеса или поделиться своими историями успеха, пожалуйста, пишите нам на электронный адрес «Это мое дело» – собака.бк.ру. Мы будем счастливы, если кто-то из вас рано или поздно скажет с гордостью. Это мое дело.